Виталий Егоров, блогер, популяризатор космонавтики, автор пары научно-популярных книг про космос. Восемь лет и восемь дней. С посадки марсохода Curiosity. Началась она немного раньше, но тогда эта популяризация состояла в том, что я находился в одной крупной на тот момент уфологической группе во Вконтакте и троллил подписчиков, которые восторгались над очередной дрожащей руками снятой точке в небе. И я им пытался объяснять, что не все то, что у нас есть в небе, не все это инопланетяне. И меня несколько раз банили, потом разбанивали. В общем, там было весело. В какой-то момент мне стало не хватать знаний по астрономии. Я нашел сообщество по астрономии. Это была группа Lifestyle Astronomy Игоря Тирского. Потом в этом сообществе он стал освещать процесс запуска, точнее не запуска, а уже посадки марсохода Curiosity. И это было просто фантастическое зрелище. Понятно, что в самой посадке мы не видели, но мы видели людей, которые следят за всем этим. ЦУП, прямой эфир из ЦУПа был. И я просто посмотрел на этих людей, посмотрел на их ликование, когда удалось совершить посадку марсоходу. Я подумал, что мне просто тоже так хочется. Я хочу заниматься этим делом. Я вижу в этом смысл. И я просто хочу оказаться на их месте. Не в тот момент, а вообще. То есть совершить что-то подобное. Но поскольку я не инженер, не ракетчик, не ученый. И единственный путь, который у меня был на тот момент. И единственный опыт, который мне позволял это сделать. Я стал писать об этом, рассказывать уже в своем сообществе. Как раз там Игорь написал, что вот у нас астрономия, у нас не Марс. Поэтому постоянно писать про марсоход я не могу. И я подумал, почему тогда мне не писать. Открылся общество Curiosity Марсоход. Начал писать сначала в ВК, потом на Хабаре. И там, собственно, появился никнейм «Зеленый код». За четыре месяца я вышел в рейтинге авторов сайта Хабар на первое место. Потому что читали. Там десятки тысяч просмотров набирались за первый день. Я увидел, что людям это интересно. И интересен не только марсоход. Это, в принципе, космос, космонавтика, научные исследования. И мне это было интересно. Ну и я понял, что в этом есть смысл двигаться вперед. Сложно оценить. Есть, например, там список подписчиков. Ну просто сообщества. И в них есть количество подписчиков. Если так, считать, ну где-то в районе около миллиона. Ну понятно, что далеко не все они сидят и ждут, когда же выйдет очередной пост. От меня. Поэтому, наверное, несколько десятков тысяч. Сначала просто хотелось поделиться интересом. Я увидел, как это круто. Как круто заниматься, осваивать космос. Заниматься изучением космоса. И понятно, что я хотел сам заниматься, но не имел такой возможности. Поэтому я просто рассказывал, как этим занимаются другие. Но потом, буквально через полгода, чуть больше, чем через полгода от начала этой деятельности, я попал в российскую частную космическую компанию «Даури Аэроспейс». И уже ближе подошел к этой деятельности. Я там был пиарщиком. Но это такой наиболее доступный для меня, по крайней мере, путь в космонавтику, в реальную космическую деятельность. То есть вокруг меня ходили инженеры. Они делали космический аппарат. Он находился у меня за спиной, за стеной в чистой комнате. Потом мы там делали отдельные пиар-акции. Приглашали журналистов, показывали им этот космический аппарат. Я ездил на Байконур, провожал его в последний путь, когда он полетел на орбиту. То есть в этот момент я был наиболее близок к тому состоянию, какое я видел по телевизору, когда садился марсоход Curiosity, когда у меня возникла эта мысль, что вот я хочу точно так же. Потом Даурия, к сожалению, обанкротилась. И сейчас я тоже рассматриваю вариант уже самостоятельной реализации какого-то отдельного космического проекта. Наверное, это тоже будет частный проект. Но мы надеемся на сотрудничество с государством, с Роскосмосом. И он тоже будет направлен либо на запуски на околоземную орбиту, но хотя я уже планирую и запуск подальше, например, к Луне. Собственно, мы уже проводили, я и там группа инженеров Даурии и других ребят, которые присоединились, мы проводили краудфандинг, собрали полтора миллиона рублей на разработку проекта лунного микроспутника и значительно продвинулись на этом пути. Хотя кто-то считает, что мы собирали деньги на спутник, но нет, за полтора миллиона рублей спутник не запустить, тем более на Луну. Поэтому денег нужно будет больше, а это был сбор только на проект. И проект мы уже в значительной степени сделали. Год назад мы уже показывали, как будет выглядеть этот космический аппарат и с чего он будет состоять. Мы уже знаем это, сколько у него там будет топлива, как надо будет его запускать, какая у него будет орбита. Весь этот путь мы уже прошли, но чтобы все это реализовать, нужно гораздо больше денег. И вот мы сейчас остановились на этом этапе, что нам нужен инвестор, который тоже захочет не просто поинтересоваться космосом, но и внести какой-то свой вклад в его освоение. Ну, наверное, сравнить можно Андрей Кузнецов. Это видеоблогер, он начал на несколько лет позже меня, но он изначально занимался только развитием блога в Ютубе. И сейчас у него несколько, ну, больше двухсот тысяч подписчиков, может быть, уже к полумиллиону приближается. Он тоже хороший, он молодец, он там выпускает регулярные новостные разборы, там, о каких-то значимых открытиях делает обзоры, троллит сторонников плоской земли, теории плоской земли. И, в общем, он прям реально классный. Поначалу, когда у него там было две-три тысячи подписчиков, я ему помогал, там он постил в моем сообществе, в котором я основал «Открытый космос» свои ролики. Он продолжает это делать, и у него там где-то подписано, что, мол, там, спасибо «Открытому космосу» или что-то типа того при поддержке «Открытого космоса». Но, в целом, он развивается как самостоятельный проект и достаточно успешно. И самое главное, он дает достаточно адекватную информацию. Есть другие, есть «Море ясности», есть «Спейсрум», тоже YouTube-блоги. Они тоже хороши, я знаком с авторами. Но это такое молодое поколение, и оно и ориентируется на молодое поколение. Многие другие популяризаторы, которые ранее занимались этим, может быть, они даже не считали себя популяризаторами именно космонавтики. Вот даже там не космических исследований, не науки, а вот именно космонавтики. Там, пример, журнал «Новости космонавтики», он как бы был открытый для всех, но у него там были очень маленькие тиражи и несравнимые с тем количеством подписчиков, которые у нас есть. Но у них прям совсем космонавтика по хардкору, там до каждой заклепочки докопаются. В данном случае я считаю, что популяризация все-таки это какой-то вариант промежуточный между наукой и бытовым языком. И вот умение удержать простым языком, но при этом удержаться в рамках научности, нигде не обмануть, не переврать, это сложное искусство. И, в общем, в этом причина, что не так много, в принципе, научных журналистов вообще и тех, которые пишут о космонавтике. И это какая-то, мне кажется, вот в этом я вижу свою суперсилу, что действительно где-то у меня удается держать этот баланс, и за счет этого достаточно большой аудитории интересна достаточно узкая тема космонавтики или космических исследований. Илон Маск, плоская земля, там, а, ну, традиционно, конечно же, падение астероидов или ожидание падения астероидов. В действительности я не акцентирую внимание на том, что интересует аудиторию, и мне больше интересно рассказывать то, что интересно мне, и мне интересно рассказывать, во-первых, процесс освоения космоса, то есть новые технологии, новые способы, там, полетов в космос, исследования, и, собственно, открытия. Причем открытия не во Вселенной, все-таки астрофизика – это отдельная, достаточно большая тема. Мне интересны места поближе, в данном случае планетология. И вот там исследования Луны, Марса, Цереры, Плутона, поиски девятой планеты гипотетической. Вот это сфера моих интересов. И, в общем, вот научные исследования в космосе и космические аппараты, которые это делают, там, InSight, ExoMars, марсоход Curiosity тот же самый. И, собственно, люди, которые все это реализуют. То есть я тоже проводил и встречи, там, на Ютубе проводил интервью с учеными, которые это делают, и текстовое интервью делал. Люди, которые это делают, аппараты, которые это делают, ну, и результаты, которые они находят там. Вода на Луне, криовулканы на Церере, ну и так далее. Мне, конечно, традиционная тема, которую, в общем, и я тоже касаюсь, и частная космонавтика, и российская частная космонавтика, и состояние нашей космической отрасли, состояние Роскосмоса, конечно, свое ближе. И поэтому вопрос там руководства Роскосмоса, вся эта тема тоже, или компетенция руководства Роскосмоса так или иначе волнует. Но это больше можно оценивать по публикациям нашей прессы. Я напрямую иногда касаюсь этого вопроса. Я пытаюсь там предлагать какие-то свои варианты решения проблем отечественной космонавтики. Сначала я пытаюсь их выявить, а потом говорю, что ну вот здесь вот мы могли бы что-нибудь придумать такое. И это пишу уже не только в блоге, а у меня есть серия публикаций в газете «Ведомости». Я считаю, что это наиболее доступный способ достучаться до тех людей, кто наверху принимает решения относительно нашей космонавтики. И вот когда выкристаллизовывается какой-то очередной обзор, какая-то очередная мысль, я пытаюсь ее отправлять туда. Но сейчас, правда, там редакция сменилась, поэтому они перестали отвечать на мои письма. Попробую все-таки. Сейчас еще очередной этап такой аналитического обзора, наверное, у меня появился. И попробую все-таки довести его до публикации. Ну да, еще надо сказать, что начал-то я с того, что начал писать в ВКшечке, в Нахабре, в ЖЖшечке. Но со временем уже стали обращаться различные СМИ, там и такого научно-популярного характера, там «Вокруг света», журнал «Гео». И уже такие общественно-политические, в том числе там и «Ведомости», «РБК», «Медуза». Научно-популярные опять-таки сетевые «Н плюс 1» неоднократно я у них писал. В «Популярную механику» несколько раз писал. То есть уже СМИ тоже, наверное, поняли, что я стараюсь писать наиболее адекватно и с научной, и с, как бы сказать, практической точки зрения. Потому что там то же самое состояние нашей космонавтики, оно значительно политизировано. И из-за там политизированности какого-либо, ангажированности какого-либо автора мы получаем либо там Илон Маск – шарлатан, либо Рогозин – коррупционер и шарлатан, и так далее, и журналист, и ничего он не понимает. Я все-таки стараюсь держаться какого-то баланса и наиболее объективно отражать ту ситуацию, которая есть у нас и касательно американской космонавтики и нашей. Ну, пять лет. Есть такая, там, западная какая-то теория о том, что вот, чтобы стать экспертом в какой-то отрасли, нужно десять тысяч часов. Десять тысяч часов – это пять академических лет. Ну, то есть, по сути, высшее образование. Вот у меня восемь лет, то есть у меня можно считать второе высшее. Но, не, реально нужно, ну, не меньше трех лет интересоваться этой темой, писать, по крайней мере, разбирать очень подробно какие-либо отдельно взятые темы, и постепенно более-менее выстроится некая компетенция, позволяющая более широко говорить о космонавтике. Например, есть несколько проектов, несколько авторов, которые так или иначе интересовались космосом, и, наблюдая за их творчеством с течением времени, я вижу, как они вот достаточно поверхностных и далеких от объективной картины обзоров все-таки погружаются в эту тему, и с годами их работа все более и более соответствует адекватному состоянию, там, нашей или зарубежной космонавтики. То есть, в целом, ну, это опять-таки не то, что, как там, простой человек. Простых человек, в принципе, не бывает. Каждый человек своеобразен. Просто это журналисты или просто авторы, блогеры, которые начинаются интересоваться этой темой, начинаются в нее погружаться, и в каком-то этапе уже их посты можно, их тексты можно воспринимать как вполне адекватные. По большей части все, что связано с исследованием ближайших планет. Луна, Марс, Церера – интересный объект. Это карликовая планета в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. У Юпитера спутники интересные. То есть, все-таки это объекты, достаточно близкие к Земле и достаточно похожие на Землю, потенциально обитаемые, ну, например, там, спутники Юпитера Европа или инцелад. Ну, и Марс тоже сохраняет свой определенный интерес, хотя, наверное, он уже… Выяснится скоро, что он не только сейчас необитаем, но и в прошлом не был обитаем. Теперь мы уже точно знаем, что никаких пирамид там нет, никаких марсиан, цивилизованных, по крайней мере, там никогда не было. Но исследования продолжаются. И интереснее, точнее, ближе к Земле, ближе, чем Марс, не физически, две планеты, а именно по условиям на поверхности. Ближе, чем Марс, у нас поблизости ничего больше нет. И, так или иначе, будущее человечества, если мы будем расселяться в космос, оно будет связано с Марсом. Луна, она тоже интересна, она близко расположена, до нее там достаточно просто долететь. И тема полетов на Луну, она, в общем-то, и в российском обществе интересна, и исторически, и люди еще помнят, что у нас была космическая гонка между Америкой и СССР. И есть вопросы, были ли американцы на Луне, и как раз я целую книгу написал, отвечающую на эти вопросы, на большинство наиболее подробных, популярных, там, «Люди на Луне», «Главные ответы» она называется. И это ответы как раз последовательно по наиболее популярным вопросам с этим связаны. Но я сейчас уже настолько от этого устал, от этих бесконечных ответов на одни и те же вопросы, что к теме Луны сейчас стараюсь поменьше касаться. Хотя в планах еще одна книга, но уже, собственно, не о людях на Луне, а о том, как она изучалась, какие интересные вещи там были найдены и открыты. Лунатиков там нет, Луна – это не база инопланетян, но в физическом плане, в планетологическом, геологическом, там это довольно интересный объект. По сути, это планета. Если бы она летала отдельно от Земли, где-то там на своей орбите вокруг Солнца, она бы считалась планетой, как Меркурий. И в этом плане нам повезло, что у нас практически соседняя планета располагается очень близко, доступна для исследований. И это интересно, и то, что мы исследовали, и то, что мы исследуем в будущем. Частная космонавтика – это одна из частей космонавтики мировой. Государственная космонавтика никуда не денется. Здесь противопоставление частное против государственной. Она, в общем, не совсем правильная или совсем неправильная. Космонавтика – это часть экономики мировой. И движение экономики в космос, оно точно так же просто последовательно, потому что мы освоили нашу Землю. Мы видим определенные выгоды, которые нам дает космос. Мы можем их использовать. Там и телекоммуникация, и наблюдение из космоса, эксперименты в космосе, связанные с глубоким вакуумом, с невесомостью. Если мы будем смотреть на Луну, там еще добавляется низкая сила притяжения и супернизкие температуры, ниже или около температуры сжижения водорода. И там огромное пространство с подобной температурой в полярных кратерах, вечно затененных. И там тоже можно, это открывает более широкие возможности и для физических экспериментов, и для реализации каких-либо новых технологий, связанных с криогенными температурами, близкими к абсолютному нулю. И это возможности, которые нам дает космос. И сейчас постепенно развивается, осваивается именно применение этих возможностей для улучшения фактически жизни на Земле, так или иначе. И это будет развиваться. Мы все больше будем, сейчас и там технологии развиваются, стоимость доступа в космос снижается, стоимость разработки космической техники снижается, упрощается возможность разработки космической техники. И все это открывает новые возможности для извлечения выгоды из космоса. Поэтому открываются возможности для привлечения именно частных инвестиций, частных разработок в эту деятельность. И это никуда не денется, это будет продолжаться. Здесь как раз государство в космосе – это первопроходец. Государство пробует разные варианты, разные технологии, разные направления, определяет, что из этого мы действительно можем использовать, чего не можем. А частные деньги, частные инвестиции и космонавтика идет уже туда, где благодаря государственным инвестициям или государственным экспериментам, исследованиям смогли нащупать что-то выгодное, что можно использовать в интересах землян. И уже частники идут туда, где прошло государство, но государство не может достаточно эффективно и заниматься фундаментальными исследованиями, и тут же вкладывать дополнительные усилия и ресурсы на то, чтобы эти возможности, открытые в космосе, использовать уже для землян, для блага землян. И тут частники – это отличный способ решения этой проблемы. То есть государство занимается своим делом, продолжает фундаментальные исследования космоса, а частники уже идут на готовое. Да, во многом это так, но это взаимовыгодная деятельность. Государство открывает возможности, частники их реализуют и развивают экономику Земли. А поскольку государство живет и благосостояние государства зависит от состояния экономики, оно в виде налогов или в виде просто развития возможностей граждан в стране уже получает по сути дивиденды от тех открытий, которые были совершены за бюджетный счет государствами. И здесь можно говорить и об отдельных странах, и о всем человечестве, и государствах всего человечества вместе взятых. Если говорить про компании, это может быть Rocket Lab, разработчик сверхмалой ракеты космической. Они уже летают, у них очень инновационная компания, куча таких технологий, которые ранее не использовались. То есть там углепластиковый корпус ракеты, турбонасос на электричестве для ракетных двигателей. То есть в целом, в принципе, малый габарит ракеты. В целом это уникальная такая компания, и они активно движутся уже. Новозеландская, кстати, хотя сейчас они с американцами сотрудничают. SpaceX, конечно, Blue Origin, хотя Blue Origin еще не совершила ни одного ракетного космического именно запуска орбитального. Но у них уже есть суборбитальная ракета, на которую они собираются туристов возить. Они разработали мощный двигатель кислородметановый и уже там поставляют его под задачи, в том числе Пентагона. То есть активно развиваются. Есть малоизвестная, но в отраслевых кругах, пользующаясь вниманием, компания Planet. Это компания, которая освоила производство вот таких космических аппаратов маленьких. По сути, летающая фотокамера. Их несколько десятков, даже, наверное, больше сотни сейчас летают в космосе и снимают Землю. И они, по сути, получают фотографии всей земной суши раз в день. И это просто уникальная возможность, которой раньше не было. И у них уже там заказы на десятки миллионов долларов. Вряд ли они еще окупились, но уже активно большое количество клиентов у них уже имеется. Можно еще и про технологии поговорить, если не говорить про компании. Есть сейчас интересная, буквально прямо сейчас осваиваемая технология орбитального обслуживания. То есть, когда спутник подлетает к другому спутнику и совершает какие-либо действия с ним. Вообще, раньше это воспринималось исключительно как военное направление. Но сейчас, вот полгода назад, впервые уже проведен был этот эксперимент. Один спутник подлетел к другому, схватил его и стал им управлять. То есть, у того просто топливо закончилось, прилетел новый и принял его на управление, сохраняя там возможности работы того большого, как ретранслятора. И это тоже уникальные возможности, которые в будущем серьезно повлияют на мировой космический рынок. Про межпланетную космонавтику тоже сейчас иногда вспоминают. И там про полеты на Марс, и про луноходы. Но здесь пока это больше ожидания, чем реальные технологии и реальные потребности у рынка. На первом месте будет «Интерстеллар», потому что он даже не столько про космос, сколько про познание. То есть, я этот фильм воспринимаю как такое олицетворение стремления к знанию. Что стремление к знанию человека способно вывести его в космос и довести до других звезд и даже до других галактик. Хотя понятно, что это не единственный мотив, который людей повел к звездам. Но все-таки вот эта идея, которая там передана, она очень такая хороша. Согласуется с теми мыслями, которые есть у меня на этот счет. С точки зрения железок, хороший фильм «Марсианин». Я делал в своем блоге, даже из двух частей у меня состоял гигантский просто разбор всего, чего там не так. Или чего похоже на то, что есть сейчас в космонавтике. Но в целом, по железкам, по технологиям, он из фантастических фильмов достаточно близок к тем технологиям, которые будут использоваться для полета на Марс в ближайшие пару десятилетий, если такие полеты состоятся в это время. Ну, «Аполлон-13» — это классика именно с точки зрения техники. То есть, он художественный фильм, но он реально, достоверность его близка к документальному. Из российских фильмов я бы все-таки, пусть хоть я три назвал, но назовем еще и «Время первых». Не многие со мной согласятся, что это из последних, из космических российских фильмов последних лет лучший фильм. Но я считаю, что все-таки это так, что во многих вопросах он гораздо объективнее показал именно космонавтику, чем, например, тот же «Салют-7». Хотя «Время первых» провалился в прокате, а «Салют-7» победил и там оказался прибылен. Но я считаю, что во «Времени первых» гораздо адекватнее показана космонавтика, чем в «Салют-7». Покорить космос или, по крайней мере, способствовать в меру своей возможности покорению Вселенной или покорению космоса, который ведет все человечество. Ну а если там какие-то близкие планы, развивать YouTube-блог свой, продолжать писать в блогах, книги, может быть, еще писать. Ну и в конечном счете реализовать свою мечту. Если не до Марса, то хотя бы до Луны дострелить чем-нибудь своим или реализовать какой-то проект, к которому я имел бы непосредственные отношения, связанные с межпланетными исследованиями. Ну «Зеленый» потому что не высыпается постоянно, потому что новостей в космосе много, а следить за всем сложно. Ну реально этот ник просто псевдоним творческий, можно так сказать. Он никак не связан с космосом, не связан с «Зелеными человечками». Не связан с бывшим директором Института космических исследований Российской Академии наук Львом Матвеевичем Зеленым. Не связан с героем книг Кира Болычева из цикла «Алисы». Там был, по-моему, бортинженер, что ли, зеленый. Нет, это просто… Просто мне нравится зеленый цвет, мне нравятся кошки как животные, и все вместе получилось «Зеленым котом». В конце концов, Виталиев Егоровых много. Есть даже актер такой, Виталий Егоров, у нас такое отчество отличается, у него есть страницы на Википедии. Мне иногда пишут, что я про вас читал на Википедии. Я говорю, нет, пока я этого не заслужил. А «Зеленых котов» меньше. Поэтому вот Виталиев Егоровых много зеленых котов, несколько штук. Там есть хостел в Питере «Зеленый кот», есть зеленый кот болгарский, который там какой-то краской наелся и стал зеленым. Есть производитель, по-моему, наполнителя для кошачьего туалета «Зеленый кот». Они тоже никак не связаны со мной, и у нас никакого войны брендов нет. Но все-таки Виталиев Егоровых еще меньше, а вот Виталиев Егоровых «Зеленый кот», он в одном экземпляре. Поэтому надо как-то выделяться из той толпы и из этой. Вот и все. Субтитры создавал DimaTorzok